всем привет из-за такой теплой погоды растительность просто буйствует все уже заросло травой но с этим еще появилось очень много змей поэтому мы решили все таки как можно раньше проводить участок в порядок то есть подкашивать полосы пустые чтобы с лесу на наш участок не приходили змеи потому что это довольно часто случается еще у нас здесь до сих пор не убрано не убран остатки вот этого сарая которым мы топились ползимы поэтому мы решили сегодня заняться капитальной уборкой сарая и возможно вечером ну или не вечером а когда я доделаю вот эту косилку мне там надо сделать пару болтов еще то скашивать все это мотоблоком здесь сзади ну а уж на участке как как получится либо косой либо триммером то сегодня у нас самая основная задача это на утро убрать вот этот весь хлам вот и все готово на месте старого сара теперь ничего все чистенько осталось всего одна ходка с прицепом заняло это всего лишь навсего каких-то 6 часов и все и работа выполнена в деревне вообще очень удобное время вроде 6 часов уже прошло у тебя еще впереди есть полноценных как минимум еще столько же 6 часов времени чтобы еще что-то успеть поделать так что сейчас поеду это все связу еще немножко здесь по поровняю и все и на этом от сарая мы наконец-то избавились на участке будет намного чище я тебе не отдам нет даже можешь губы так не делать и я в нет сейчас правда в огороде вечером вообще невозможно работать просто не выносят а вот это уже что-то специально явно посеяно чьим-то пчелам повезло ну как-то не знаю просто все усеяно вот там вдали обалдеть просто обалдеть вот сюда надо ульи ставить да да но это еще с прошлого года по моему посеяно осталось потому что земля утрамбованы она самосевом зашло журт точнее не жутя просто красота это отсюда и до самого леса просто здесь гектары правда что это вот стыдно признаться но я даже не могу узнать что да нет что-то посажено вон и пчела чья-то чья ты пчела где она собирает значит медонос вот и да какая моим пчелам никак сюда не пролететь нет ладно поедем дальше да честно сейчас правда не видно но здесь все засеяно все просто вокруг кто-то хочет много меда или чехол я не знаю честно что это мы предполагаем что-то мало ли горчица может быть но что-то не знаю горчица то нет мы в диких цветах еще ориентируемся а вот в культурных не особо я наверстаю да так красиво прямо сквозь лес да посмотри здесь все просто усеяно а до этого мы проехали к сожалению не успели заснять там еще больше чем там было вот да жуть какая да о небо о небо Саш да красота хочется его есть красота и заедать надуванчиками по этими цветами оооо да да а пахнуть кстати говоря никак вообще мы пришли сели в машину у нас все ноги в желтой лице а смотри что творится да красота да красота и здесь построится какой то комплекс исторический да еще вот пруд уже судя по всему судя по горам заложили потом какие то заборчики нам ставили непонятные интересно что там планируется вот смотри Саш вон там видишь какая дорога наежда Там не видно уже. Интересно, может ли где-то он откроется? На сайте, где где-то я читал, к 2020 году. К 2020 году? Да. Даже ведь будет. Да. Ну вот там наездка, прям такая, как будто в парковочную зону. Как за лесами. Все хороется? Это классно. Да. Вот тут. Что-то вдалеке. По методу не перестал. Да? Да, да. Вот. Да, здесь все ничего не видно. Это надо туда, куда-то находить. Вон там заборчики в глубине. Непонятно, что за заборчики. Везде, везде. Как будто какая-то... Не знаю даже какая-то. Что это вообще? В городе дорога есть, можно заехать. Вот ежи. А? Ежи. Или как это называется? Ежи какие-либо. А, вот те ежи. Да, что-то тут дать. Какие-то постройки нет. Кто туда хочет поехать? Да я не знаю. Куда? Дорога же есть куда-то. А, она тут. Аград никаких нет. Ничего нет. Здесь, по-моему, раньше были какие-то лавочки сидели. Сейчас их тут ничего не осталось. Какие-то ямы, как бы... Там вот как какой-то... Какая-то... Какая-то сценировка была. Здесь каких-то... Блин, даже и построены. Тут помнишь учения какие-то были? Угу. Может быть, репетиции? Я не знаю. Она все в каких-то странных ветках. Дурнику задевал. Может, ворота. Ворота? Странные. Не знаю. Непонятно, что за полоса препятствий такая. Ладно, давай развернемся. Угу. Да нет, все нормально. А что так скребло? Хрен, я не знаю. Нормально? Все в порядке. Все хорошо. Чего ты перестал петь? Сухуши, сухуши, сухуши. Да. Мы же не доехали. Скоро доедем. Сухуши, сухуши. Сухуши, сухуши, сухуши. Сухуши, сухуши. 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 Я явно не... Я яблони? Я яблони? Вот мой настоящий голос. Ну не, просто смешно. Спасибо, конечно, за комплимент. Спасибо. И на самом деле я отлично пою. Вон там, кстати, опять отдуванные виды. А, да. Нет, через Косбек, к сожалению, не виды. Нет, не виды. Зато вот странная вещь там творится. Тоже не видать. Вот такие дома... Бараки. Ну почему бараки? Бараки дальше. Ну не бараки. Бараки, бараки. Да, ну все, слышишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально, обошлось. Надо на дорогу смотреть. Вообще-то. Или вот на этот шикарный Борщевик. Борщевик, Борщевик. Вот это небо. Да, высоченное. Тяжелые облаковишь, какие низкие, а потом высоченные. Да. Дорога вдруг зародушевает. Не дырявая? Нет. Да все, сейчас уже сухуша. Уже? Что это ты тут делаешь? Собираю снова почву-фрезу. Поедешь нам денежку заработать? Почву фрезеровать. Ну, хорошо. Ну, нам ничего не надо от почвы фрезеровать? Да, вроде ничего не надо. У нас уже все заросло. Заросли отфрезеровать? Угу. Сегодня, наконец-таки, одуванчик. Уже конец мая. Какое сегодня число? 20? 27. 27 число. 27 число мая. То есть уже должно уже... Они уже должны были отцветать, но они наконец-таки вышли на пик своей формы. Я бы даже сказала, что... Да, но вот что это происходит. Просто нечто невероятное творится, но это еще не предел. Сейчас мы покажем другие поля. Это еще очень маленькое такое полюшко с одуванчиками. Ох! Пчелки везде. Да, пчелки. Пока не совсем летная погода. Сейчас еще утро. Просто нечто невероятное творится. Сейчас покажем другие поля. А вот это уже получше. Не видно ни конца, ни края этим одуванчикам. Это поле продолжается очень далеко. Очень далеко просто. Куда-то туда за горизонт дальше выходит. И все, оно усеяно просто. Просто усыпано одуванчиками. Надеюсь, что пчелам нашим есть, чего сейчас пособирать. Муравьи тут. Да? Надо от муравьев только пчелать. Это который безвощины? А? Это безвощинный? Да, потом скажу, ладно. Да, они безвощинные. Угу. Угу. Ну что там? Там, походу, они и отстроили эти рамки уже. Какие? Да, почему так думаешь? Ну там мне не очень удобно было смотреть, но так сверху уже полностью построено. Но летают не очень, да? Некоторые не очень, а некоторые-то вроде ничего. Попробуем сейчас проехать на Печорику, куда мы уже ездили, за брусничным листом. Как раз сейчас уже... Вклад в будущее. Да, сейчас уже фактически кончается, уже сезон, когда можно собирать брусничные листы. Но благодаря тому, что погода была ужасная, все сместилось недели на 2-3. Поэтому как раз сейчас самое то, за ними и съездим. Да нет, в целом-то можно его собирать. Можно, но разная будет польза от этого дела. Ну вот сейчас она оптимальна, но вопрос в том, что сможем ли мы проехать на эту Печорику, сейчас как раз и проверим. Потому что там дороги особо нет. Тут новая дорога появилась, вон смотри. Да. О! Ух ты! Кстати, наверное, надо было поймать новую еду. Тут, думаешь, специально все сделано? Да не, а нормально все. Не было уже давно, уже даже так. Разбили. Разбили жутко. На чем уже здесь ездили? На какой-нибудь Шушиде. Это кто? Кто такая Шушиде? Большая машина. Это все после того снегопада. Да. Посмотрите. На аллее. Сумолся эти. А они ведь так и не выпрямятся. Уже, скорее всего, нет. Висят-то они так прикольно, конечно. Денистые аллеи. Угу. Здесь тоже аллеи. В общем, конечно, интересно. Как будто мы в тоннель вешали. И сразу Москва вспомнил. Не по форме. Кто это? Кто это? Кто это бежит? Кто это такой симпатичный? С носом длинным. А кто это такой, да, такой хитрец. Дорогу завалило. Стой, береза. И что такое, Саша? Стой, придется, наверное, откидывать или выходить. Неужели никто сюда не проезжал? Судя по всему, мы первые. Вот тут проезжали, где свалить? Ну, видимо, что-то вылили, да. Он отбиленный берез. Саша, ты видишь березу-то? Да. Там впереди... Там дальше вообще... Там большое дерево какое-то березу. Наверное, да. Очень жалко вообще, конечно, что так вышло. Не проехали. Надо было брать бензопилу. Нет? Надо было брать бензопилу. Да. Кажется, брусники мы не увидим. Да, надо возвращаться просто с пилой и все это проспиливать. Но это уже не сегодня. Явно. Обидно, конечно. Странно, что никто этого раньше не сделал. Со снегопада уже почти месяц прошел. А кто сюда ездит-то? Всегда все ездили, Саша. Так ездят все, наверное, туда, где эти стоят. Как их зовут? Там скучно, там брусники. Здесь зато земляничные бичи. О, кстати. Да, смотри-ка ты. Там беленький цвет. Цветет уже земляненько. Да. О, ну тут точно бы вы не проехали средь таких. Что-то еще можно было отогнуть на рогатину поставить. На рогатину. А ведь его говорят. Вот то впереди. Мы его не замечаем. А чего он? Может он больной? Нет, он просто или замаскировался, чтобы мы мимо прошли. Прям замаскировался? Конечно, он сейчас пройдет по уму. Будешь ли сидеть, да? Но ведь проблема в том, что я не хочу проходить мимо. Я так близко такую птицу никогда не видела. Нет, он спит. Он, наверное, болен. Да какой спит? Или он замаскировался, притворился. Иди, просто не трогай его. Под листву? Да. Какой глаз! Можно я тебя сфотографирую? Давай только... Зато вот мы тут ландыши нашли. И черничник. Ландыши, да. Там, правда, их намного больше. Целая поляна. Ммм, красота какая. Запах. Ой. Кыш, 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 змейки. Смотри, там какая-то огромная дерево там упала. Где? О, где? О! Тальчика. Да, что-то упала. А вода почему-то, правда, как красная. Да, вернела. Угу. Большой черничник. Да, тут много и ландышек. Много-много будет. Красота. Надо приехать, когда они засыпут. Да, сюда он много нападал берез. Ландышек. Да. Ну что, пойдем посмотрим, может, туда недалеко или далеко. Сейчас, Саша, сейчас. Тут ягодки старые. Черничные. Я теперь буду птиц искать. Там птица уже спрятана. Все? Что-то там птица спрятана. Что ты делаешь? Ты себе рычаг хочешь? Как ты пугаешь медведей? Так. Довольно. Надо какую-нибудь одну из твоих веселых песен спеть. Какую? Спой какую-нибудь? Не знаю. Ну, пожалуйста. Я не знаю. Маруся, отчасти слезы вьет. Ну, давай. Кап. Кап, кап, кап. Это ясно. Аккуратно. Я иду. Аккуратно. Глаз Маруси. Это гигантский слизень. Да. А ты таких видел больших? Нет, но я не хочу смотреть. А он приятно. Это похоже на огромный дельфиниум. Но откуда бы ему здесь взяться? Или на какую-нибудь большую герань? Все. Пришли. Тут вот черничник. Черный лес какой. Да, страшный лес. Брусничник. Как собирать? Все. Нам же хватит? Конечно, хватит. Все, листов набрали. Теперь надо назад возвращаться. Пешком теперь в гору. Опять полоса с препятствиями. Зато главное, что дошли. Да, еще кусают жутко. Вообще, комарьи озверевшие. Сколько здесь шишек. Не видно. Да, почему не видно? Мне-то видно. А почему на камеру не видно? Все увешано. Красота. Какое это? Вот там малыш бежит. Я ближе не прохожу. Бегу, бегу. К своим. У нас даже такие дома в поселке есть. О-о-о. Симпатичные. У тебя мания увеличения, что ли, Саш? Крутое, смотри. Да. Саша опять предлагает съездить на Карнику. Посмотри. Такое ощущение, как будто эта картинка с рабочего стола. А если бы мне ничего не подтрясывалось. Вот, красота. Сейчас уже 10 часов вечера. Подходит к концу еще один день. Юля все по хозяйству. Ой, не видно ничего уже. По участку. Да. В общем, покажем потом, что у нас тут есть. Мне опять вступило в голову сделать новый улей. Поэтому я его сейчас пойду опять делать. В общем, потом все расскажем, покажем. Ну, а сейчас, наверное, на этом все. Я думаю, что получился уже длинный ролик. Так что всем пока-пока.